На время летних каникулы школьника Матвей Коршун переквалифицировался в настоящего спортсмена. Еще до того, как записаться в пришкольный лагерь, парень решил – пойдет в отряд «Спортбай». Ежедневно самые энергичные и подвижные ребята изучают здесь виды спорта, вошедшие в программу вторых европейских игр. Здесь очень классно. Мне понравилось, когда мы сходили на стадион «Неман». Там вообще было очень классно. Нас обливали со шлангом. Мы занялись легкой атлетикой. Есть в лагере и лингвистический отряд. Ребята в игровой форме повышают уровень своей разговорной речи и составляют экскурсионные маршруты для туристов на французском языке. Однако в этом году не обошлось и без фишек. В честь грядущего праздника – освобождения Гродненской области от немецко-фашистских захватчиков – организаторы подготовили для школьников настоящий квест. Это викторина, посвященная нашему городу, посвященная именно героям войны Гродничины, достопримечательностям, которые связаны с Великой Отечественной войной и памятным датам. И в конце ключ к разгадке квест-игры – они должны найти дату освобождения Гродина 16.07.1944 года. И пока одни выполняют задания квеста ради того, чтобы собрать праздничную дату, а другие выплескивают энергию на спортплощадках, более 30 ребят уделяют время эстетическому образованию. Творческий отряд курирует детская музыкальная школа искусств имени Семеняка. Мы занимаемся не только лекциями, потому что это тоже тяжело для них, они еще маленькие, но мы занимаемся тоже и хоровым пением, то есть музыкальным. Мы подбираем такой материал, чтобы они не только пели, но и танцевали, то есть музыка в движении. Три направления – спортивное, музыкальное и лингвистическое – позволяют ребятам заниматься тем, что им действительно по душе. Походы в кино и театры, музеи, парки и сбалансированное питание обходятся родителям в 50 белорусских рублей за 23-дневную смену. В одной только восьмой школе возможностью подарить своим детям лето, наполненное живым общением, воспользовались около 90 семей. В период работы родителей дети находятся под присмотром воспитателей, им предоставлен интересный досуг, трехразовое питание, хорошие занимательные игры и мероприятия. Таким образом, для детей организовано безопасное лето. Традиционно летом школы превращаются в детские лагеря дневного пребывания. Судить о том, насколько успешен этот опыт, могут только сами воспитанники. И в данном случае экспертное мнение ребят – лучшая оценка работы тех, кто занимается с гродненскими детьми во время летних каникул. Мне нравится, что мы играем в футбол, в баскетбол, на улице свежем в воздухе гуляем. Очень нравится. Мне нравится то, что наполнники дают всякие вкусняшки. Ну, например, кексики с какао. С нами занимаются очень красивые воспитатели, очень добрые. Мне очень повезло, что меня записали именно в этот лагерь. У этих ребят лето по-настоящему активное. Планшеты и гаджеты дома, а впереди еще целая лагерная смена. И даже море у них обязательно будет. Целое море приятных открытий. Олеся Матвеёна, Кондрей Лободин. Новости Гродно+. Олеся Матвеёна, Кондрей Лободин. Новости Гродно.